Очень хочу, чтобы вы это видео посмотрели до того, как вы будете привязывать свою банковскую карточку к рекламному аккаунту для того, чтобы настраивать таргетированную рекламу в Instagram или Facebook, потому что сейчас все чаще блокировки, они связаны именно с платежными данными. Меня зовут Галина Горбань, я более 8 лет настраиваю таргетированную рекламу. Ко мне можно записаться на консультацию по рекламе, либо по разблокировке рекламного аккаунта. Также у меня есть курс «Рост и продажи через таргет», где можно разработать рекламную стратегию для своего блога, получить от меня обратную связь и настроить классно свою рекламу для своего блога. А сейчас хочу вам показать в режиме реального времени, как же добавить карточку к рекламному аккаунту, на каком этапе нужно добавлять карточку и какие ошибки не стоит допускать. Если вы первый раз все делали, то значит вы создали бизнес-страничку, связались с Instagram, у вас создалось бизнес-портфолио, там вы создаете рекламный аккаунт, и после того, как вы его создали, то, соответственно, вам предлагает сам Facebook добавить платежные данные. И вы добавляете, то есть именно вот по таким этапам, каким предлагает Facebook. Если вдруг вы пропустили по какой-то причине этап добавления карточки, то не переживайте, можно потом добавить в любой момент. Где найти? То есть вы заходите в Ads Manager, все инструменты, выставление счетов и платежи, и вот вы здесь попадаете в такое окно, где можно добавить способ оплаты. Я нажимаю добавить способ оплаты, и здесь изначально мне предлагает Facebook выбрать мое местоположение. Обратите внимание, это очень важный момент, вам нужно указывать реальное свое местоположение, место проживания. То есть если вы на PMG переехали в другую страну, то значит лучше всего вам ввести данные карточки той страны, либо вы можете выбрать PayPal. Очень важно, когда страна проживания, страна, которая выпустила карту, и валюта, когда они совпадают. То есть если у вас все так совпадает, то, соответственно, система безопасности Facebook не сработает. То есть Facebook поймет, что там, где вы находитесь, карточка, все совпадает, все хорошо. При этом рекламу вы можете настраивать хоть на весь мир, это не влияет. Главное, чтобы вы верно указали, где вы проживаете, и чтобы карточка тоже была этой страны. То есть вот здесь у меня Украина, украинская гривна, информация о компании. То есть здесь можно указать информацию о компании для рекламного аккаунта. И, соответственно, вы там нажмете далее, и вам высветится окно, где вы можете указать номер налогоплательщика, если это к вам относится, и выбрать такие важные данные. Важный момент, еще один. Некоторые решили, что не хотят платить налог на рекламу, который введен во многих странах, и поэтому они выбирают другую страну. То есть, например, выбрали одну страну, а карточку привязали своей страны. Поэтому не удивляйтесь, если вы так сделали, что к вам может прилететь блокировка, потому что вы подозрительные для системы. То есть вы хотите обойти то, что Facebook говорит, что так обходить нельзя. Поэтому не делайте это, и не слушайте рекомендации, когда вам говорят, выбери другую страну, чтобы там не платить налог на рекламу. Вы потом заплатите больше, потому что вы столкнетесь с блокировками, вы будете искать, как это разблокировать. Не всегда поддержка Facebook сможет вам помочь, вам придется платить дополнительно деньги за консультацию, то уже лучше бы вы просто заплатили налог на рекламу, который положено вам заплатить. Итак, если вы здесь все указали, информацию о своей компании, если у вас есть такие данные, местоположение и валюту. Валюту вы выбираете своей страны. Если вдруг валюты вашей страны нету, то выбирайте там общепризнанную валюту. Либо, например, если вы в Европе выбираете евро, если вы в какой-то другой стране, то можете выбрать доллар. Нажимаете после этого далее. И вы попадаете вот в такую форму, где нужно ввести имя, фамилию на карте. Если вдруг нету имени и фамилии на карте вашей, то вы вводите как в загранпаспорте, латинскими буквами. Обратите внимание, если вдруг у вас есть карта компании, вы хотите, чтобы деньги списывались с карты компании, то здесь вы вводите тоже имя и фамилию вашего человека, не компании. То есть, если у вас на карте написано название компании и ваше имя, фамилия, то сюда мы вписываем именно имя и фамилию. А данные компании вы можете ввести вот в предыдущем окне, и тогда инвойсы будут приходить вам на вашу компанию. Но здесь подразумевается, что данные вводят человека. Если понятно уже там данных человека нету, только данные компании, хотя я сомневаюсь, в основном карточки, они идут совмещенные. Название компании и имя, фамилия человека. То есть, если уже там прям нету, то можно попробовать ввести данные компании, но я бы все равно в приоритет вводила имя, фамилию на карте человека, потому что так Facebook проверяет принадлежность этого рекламного аккаунта к карте, то есть, как вы связаны. И еще один важный момент, тоже такая грубая ошибка, когда вы хотите ввести сюда данные карточки не вашей, а другого человека. Там мужа, друга, коллеги по работе или еще кого-то. Для того, чтобы ввести чужие данные карточки, то этот человек должен быть администратором вашего рекламного аккаунта. Если вы вводите данные чужой карточки, то, соответственно, есть риск, что вас заблокируют. Либо не сейчас, сразу в моменте, либо через время, когда система проверит, что оказывается администратор вы, а карточка на имя и фамилию, которую вы указывали здесь, это не ваша карточка, и, соответственно, сработает безопасность. Будьте также внимательны к тому, где вы еще эту карточку используете. Например, если вы привязали к личному рекламному аккаунту эту карточку, то не стоит эту же карточку привязывать к рекламному аккаунту в бизнес-портфолио, потому что может, опять же, сработать безопасность системы, и у вас будет блокировка. Хотя сам Facebook разрешает одну и ту же карточку использовать в разных рекламных аккаунтах, но бывает такое, что ему что-то не понравилось, ну и, соответственно, блокировка, и вы будете потом подтверждать данные карточки, и не всегда поддержка может разблокировать. То есть, если системе не понравилась ваша карточка, то, соответственно, это уже становится целой проблемой, и проще уже создать новый рекламный аккаунт. Когда вы ввели данные карточки, сохранили, то, соответственно, способ оплаты, вот он здесь высвечивается, и обратите внимание на автовыставление счетов, чтобы было включено здесь. Если, говорит, красным, значит, нужно включить, и посмотрите, чтобы не было никаких ограничений, если есть какие-то ограничения, то, соответственно, нужно связаться с поддержкой для того, чтобы они подтверждили вашу карточку, если вдруг она не понравилась Facebook. Также в некоторых аккаунтах здесь уже появилась кнопка «Подтвердить карту», то, соответственно, вы просто нажимаете на эту кнопку и подтверждаете карточку, и у вас тогда функция автовыставления счетов активируется, и не будет никаких дополнительных подписей, которые показывают, что у вас есть какое-то ограничение. Итак, давайте подведем ошибки, какие не стоит допускать. Не стоит указывать страну любую на выбор, чтобы избегать уплаты налога, нужно указывать вашу страну. Не стоит добавлять карточку чужого человека, этот человек должен быть администратором рекламного аккаунта. Не стоит вписать имя компании, данных о карте, нужно написать ваше имя. И не стоит одну и ту же карточку использовать в разных рекламных аккаунтах, особенно если у вас была какая-то блокировка. Если у вас остались вопросы в комментариях, пишите. Если вы столкнулись с какой-то трудностью, то тоже пишите. Я всем отвечаю в комментариях. Если вы понимаете, что вы не можете решить проблему, вы уже там связывались с поддержкой, как найти чат поддержки, у меня есть отдельное видео на моем канале, поэтому посмотрите. То есть, если вы использовали уже разные методы, и хотите, чтобы кто-то помог решить проблему, то вы просто записывайтесь на консультацию, и я буду рада вам помочь.